Их было больше полусотни, осталось семь. Белорусские ратуши – символы свободы и независимости вольных городов эпохи Магдебургского права. Они появлялись вслед за ним и на столетия становились центрами городской жизни – административными, юридическими, торговыми. Но время шло. Сменялись правители и политические системы. Войны и восстания оставляли после себя лишь пепел. В современной Белоруссии ратуши остались в Минске, Витебске, Несвеже, Чечерске, Слониме, Шклове и Могилеве. Строительство ратуши в Беларуси связано с распространением Магдебургского права на восток и вестерилизацией белорусских земель. По своей сути, Магдебургское право – это система городского права, по которой экономическая деятельность, имущественные права, общественно-политическая жизнь и сословное состояние горожан регулировались собственной системой юридических норм. Она определяла роль городов как центров производства и денежно-товарного обмена. Источники Магдебургского права – сборник германского феодального права «Саксонское зерцало» и устав города Магдебурга. Отсюда и название. В Западной Европе ратуши появляются как центры городского самоуправления. Само слово «ратуша» переводится как «дом советов». В 15-17 веках традиция ратушного строительства распространяется в Беларуси. Если брать архитектурную традицию, то это западные веяния, конечно же, и здесь прослеживаются архитектурные стили. Особенностями является, конечно же, башня ратуши. У нас в Могиле она восьмигранная. Как правило, башня была с часами, и вот эта башня с часами символизировала в городе городское самоуправление. Это был такой основной символ. Сама башня была такой вычурной, такой вот насыщенной для того, чтобы показать, можно сказать, развитие города, могущество. И поэтому простой архитектуры здесь как бы не использовали. Первым белорусским городом, который получил Магдебурское право, стал Брест. Случилось это в 1390-м. Могилеву право на самоуправление было дано в 1577-м. Что одразу поменялось? По-перше, теперь увесь город перетворался у особную автономную юрисдикцию, якая подпаратковалась тому суду, який заседал у самим городе. Город жил своим житем, але при этом верховным керовником этого города призначался королем, який-небудь выбитный магнат. Войт призначался у якости, даже по жизни, призначался у якости такого господара города, який мог обменять решение местового, мог судить местовых жахаров, выносить судовое решение, там господаршие темы, там у криминальном суде. И Войт призначал лент Войта, який заменял его тут у городе. Гэтый человек уже мог быть с мясовых видных жахаров. Так, ну, вось тут у нас такая своясабливая инсталляция приема городского мэра, тагачасно у Войта, який приймае своего намесника, лент Войта слухаюць начальника Аховы, за імі записывай писар. А потым усе записанное потрапять вось у гэты сундук. Вось у гэты сундук. Помылково лічыцца, што гэта сундук для грошы, для городской казны. Нет, это сундук для захования городских документов, которые потом будут отправляться в архив, колено уже непотребное. В год получения Могилёвым магдабургского права в городе построили и ратушу. Правда, тогда она была деревянной и не раз сгорала дотла во время больших городских пожаров. И в 1679-м по решению могилёвского магистрата в городе началось строительство каменной ратуши на тогдашней торговой площади, сейчас площади Славы. Ратуша была побудована уже в 1692-м, ну, вяжи ратуши, в 92-м, в 98-м годах. И она стала самой высокой из усих ратуш у Беларуси, на территории Беларуси. И во Усходной Европе есть только одна еще высшая, чем наша могилёвская ратуша. Она сягает 49 метров и находится на Львовщине. А наша ратуша на этот момент одна из самых высоких в Усходной Европе – 47 метров 30 сантиметров. Таким был город эпохи магдабургского права. Так, это как раз конец 17-го стагодзя. Адразу после того, как побудовали ратушу, вось она тут у нас у центры. А у нас гандлёвый центр, это была площа перед ратушой. Она так и называлась гандлёвая, это первая их историчная назва. Тут находилися шероги з лавок, клетей. И тут же на этой площади был позорный слуб. И тут ставили не редко шафот для смертного покарания. И так само перед ратушой на гандлёвой площади находились прилады для проверки товара. Те не обвесили, например, гири, для того, как поравнять те ваги, которые выкористовывали гандлёры, с теми вагами, которые были эталонными. Альбо локоть. Как можно было проверить, что человек... Ну, типа контрольных вагов, как у нас зараз в магазинах. То есть это была городская доминанта? Так, абсолютно верно. Так, ну вось мы можем побачить гандлёвую площадку. Вот сейчас у дни колеи будуются еще ратуша с позорным слупом. Ну, а вот это у нас, напевно, самый важный для нас артефакт. Зараз это цегла, власне говоря, той самой первой ратуши. Цегла-пальчатка, с которой будывалась ратуша. Стандартная для могилёвцев. Она имеет свою специфику. Могилёвская цегла, она трошки такая плескатая, трошки вузейшая, чем иншие аналоги в инших регионах. И такая ширейшая. Цегла-пальчатка выкрыстовалась в якосе будовничьего материала. Стены танковались, бялились. Махчима, что не только бялились, Махчима, что были некие узоры. Справа тем, что не заховалась выява у самых старажитных выявов. Але мы допускаем, покольки, як означают подорожники, вельми часто могилёвцы расфарбовывали свои дамы. Причем вельми багато, вельми яскраво расфарбовывали. Мы докладно знаем, что внутри ратуши мастацкие творы робились. И тем, как фресковые росписи внутри. Ну и так само, например, мы видим такие детали, что магистрат выделял гроши на одновление, ну, например, сукна, которым накрыт стол у одного зала ратуши. Мы так и поспробовали заробить. Стол у Войтовской зале мы покрыли зелёным сукном. Она не одноразово перебудовывалась. Перебудовывались некоторые фрагменты её фасада. Например, ганок трансформировался. Перебудовывались внутренние помешкания. Мы, например, знаем, что в початку 20-го стагодия на первом и другом поверхах были звычайные квартиры жилые. Есть их структура гэтых квартир. Введаем, что перша початкова в подвале ратуши, максимум упау в подвале ратуши, находился турман. Так само на першем поверхе ратуши находился скарбница. Тут же заховывались все основные документы. Был городский архив свой особливый. Тут были администрационные помешкания. В войну первую сусветную ратуша выступала в якости одночасовой пожарной колончи и радиостанции. Тут размещалась радиостанция, которая позволяла связаться с большинством отдаленных кропок фронта. В 1941 году ратуша потерпела подчас боев при обороне Могилева. Практически в том же состоянии она заховалась потом до 1957 года. В этом году город потерял свой символ. Ратушу взорвали. Могилючанка Алла Рыбочкина тогда жила совсем рядом и хорошо помнит тот день. А когда взрывать должны были, предупредили всех. Мы жили тогда по Первомайской 3, предупредили заранее, чтобы заклеили окна. Окна клеили как войну, крест-накрест газетой, чтобы не вылетели стекла. И раненько-раненько утром все выходили на улицу. Еще автобусы не ходили, ничего. Рано всех попросили из дома. И мы стояли около театра в скверике. Она вот, ратуша, она как-то как наполовину вот так вот, как ее по маслу все равно кто-то разрезал. И вот вверх как-то наполовину, это поднялась вверх, и потом все рухнуло. Вот это вот я очень хорошо помню. Спустя полвека, в 2007-м, Могилевскую ратушу начали восстанавливать. Через год она вернулась на свое историческое место и вернула себе звание главного городского символа, которое гордо несла во времена Магдебургского права почти полтысячи лет назад. В принципе, она, ну, на 98-99% уписывается контур той старой ратуши. Хотя особливости функционального призначения зараз ратуши, они поуплывали на то, что трошечки поменялись внешние контуры. Так, например, дах двухповерхового будинка, основного будинку ратуши, он стал высшейшим. Павялечились ваконные проемы на даху. Так само легкие змены можно зауважить, ну, например, бачим на всех выявах, что круглые в окне у ратуши имели рамы перекрыжеванные, як литра Х, да, Х, а зараз они перекрыжеванные вертыкально, горизонтально. Ну, такие вот элементы, такие детали можно зауважить. Ну, и, конечно, поменялось внутреннее убранство. Тут, худшее за все, у первой початковой ратуши все было довольно минималистично, и у отповедности с традициями барокко. Знешняя эффектность, а ли внутренняя такая строгость, прихожусь упростым. А мы зараз маем такую больше уже классицистичную такую структуру. Ну, в принципе, вот такие детали. Сегодня в ратуши разместился музей истории Могилева. И, кажется, она всегда стояла на этом месте, над водами Седого Днепра. И не было полвека небытия и забвения. Город вернул свой символ. Город вернул свою душу. Из семи нынешних белорусских ратуш аутентичные только три. Это ратуши в Чечерске, Слониме и Шклове. Вихри войн, революции, смене общественно-политических формаций Шкловская ратуша уцелела чудом. Свой символ спасли потомки тех свободных горожан, которым в XVI веке было даровано Магдебургское право. Появлению этой ратуши XVIII века, которая была отстроена в нашем городе в 1769 году, предшествовала удивительная история, потому что Шклов получил Магдебургское право в 1574 году. Но и этот факт стал известен нам совсем недавно. До недавнего времени мы считали, что наша ратуша Магдебургское право, город Шклов, получил одновременно с Могилевым в 1577 году. Однако архивы открыли новые сведения, и мы свой вольный город, историю вольного города, ведем немножко раньше, чем Могилев. Даровал нам это право Стефан Баторий. И свидетельством тому, что город Шклов стал вольным, свободным, европейским городом, является и то, что уже на Рыжковском Шклове в XVI веке существовала ратуша. Она была деревянной. И рисунок этой ратуши вы можете увидеть в нашем музее. Однако этот город, где находилась первая Шкловская ратуша, был деревянным и очень часто горел. И после очередного пожара, страшного пожара, в 1769 году, когда сгорело более 300 строений, тогдашний владелец города, Адам Черторысский, решает перенести город на новое место. И расположился он в 2,5 километра севернее от предыдущего Шклова. И начался этот Шклов именно со строительства новой и теперь уже каменной ратуши. Была расчищена ровная площадка от леса, от деревьев, кустарников, и там стала возводиться новая ратуша. Ратуша наша имеет классический тип, очень удивительное, красивое строение. И отсюда пошел наш город Шклов, город 18 века. Город получил ровные прямые кварталы. Улицы располагались в соответствии с ратушей, строго на север и юг, и запад, и восток. А с четырех сторон от ратуши разместили здания. Это была почта, православная церковь, женский монастырь и еврейская школа. Новый статус вольного города дал Шклову право на основание магистрата. В его состав входили бургомистр, два советника, четыре присяжных писарь и девять общественных представителей. Войты избирали на три года. В ратуше проходили заседания магистрата, судов, городские торжества, даже театральное представление. Здесь размещалась канцелярия, городская казна, архив. Главным помещением ратуши был магистратский зал. Ратуша была задумана не просто как здание, где заседает городское самоуправление. Шклов прежде всего был торговым городом. И всегда это так было. Находился на важном торговом пути и сухопутном, и речной путь на реке Днепр. И поэтому активнейшим образом, начиная, как доказывают нам источники, находки с X века и до XVIII и далее, активнейшим образом здесь шла торговля. И ратуша была поэтому задумана таким образом, чтобы здесь находились и торговые ряды. К основному зданию ратуши оно представляет собой двухэтажное строение, имеет восьмигранную башню высокую, на которой и сейчас, и в старые времена располагались часы. Каждый час они давали звон, то есть наша ратуша имела свой голос. И этот звон ратуши был слышен за 8-10 километров от нее. А по периметру вокруг ратуши были построены торговые ряды. Они образовывали собой замкнутый двор, и туда был сквозной проезд через первый этаж одной из стен нашей ратуши. И магазины там было более 200 магазинов в одной ратуши. Они имели выход и во внутренний двор, и во внешний. На шкловские ярмарки собирались купцы со всего света в буквальном смысле слова. Кроме тутейших сюда ехали торговые люди из России, Польши и Прибалтики. В подвалы и первые этажи отводились под хлебные магазины, склады товаров, помещения для обработки сукна. Здесь же хранились весы и бочки, которыми мерили зерно. Зимой в подвалы привозили лед с Днепра, засыпали опилками. Он хранился до следующего года и сохранял продукты. Даже во времена Октябрьской революции шкловская ратуша оставалась центром городской жизни. На площади около нашей ратуши, кстати, после того, как были отброшены интервенты в годы Первой мировой войны, именно здесь было объявлено возобновление советской власти. То есть и в эти времена ратуша играла свою роль. Именно здесь был сбор шкловчан, сбор народа, там, где они по-прежнему решали свои самые главные и важные вопросы. Что еще можно сказать? Что в XIX веке ратуша использовалась как городской архив. В XX веке здесь располагалось здание Госбанка, городские службы были и пожарная часть. То, что она выстояла в годы войны, это просто чудо, потому что это высокая вертикаль, высокая ее башня, и она пострадала, но не очень сильно в годы войны. Спасло ратушу и то, что после Великой Отечественной здесь расположились различные государственные учреждения. Пока в здании есть люди, оно живет. Опустила ратуша в 70-х прошлого века, и практически сразу шкловчане встали на защиту главного символа своего города и добились его реконструкции. В начале 90-х прошлого века ратушу законсервировали, на ее территории начались исследования археологические и архитектурные. Было очень серьезное обследование, и сейчас вот этот отчет о проведении архитектурно-археологических обследований в сезоне 90-го года находится в наших архивах, в архиве нашего музея. Здесь рассказывается, какие шурфы были заложены, какие были найдены находки, какие выводы сделали наши ученые-археологи. И мы можем видеть, как это все выглядело. Это подстроенные торговые ряды к нашей ратуши. Мы видим, что вот такие небольшие помещения они занимали. Именно здесь располагалось большое количество магазинов, торговых точек. Эти фотографии с разных ракурсов. Измеренные подвалы. Видим, из какого кирпича подвалы эти выложены. Впоследствии они, или, скажем, даже до того, как проводились раскопки огромной работы, шкловчане провели на своих субботниках, очистили подвалы от векового мусора. А подземных ходов нет? Ой, подземные ходы есть. Подземные ходы были обнаружены и во время реставрации, реконструкции. И в Шклове существует очень много легенд. И даже дома частные в окрестностях ратуши, у них имеются подвалы, выложенные точно таким же кирпичом. Это уже периода. Поэтому предполагается, что подземные ходы ввели именно вот сюда. В этом отчете имеются и находки, и их описания, их фотографии. Вот, пожалуйста. Навес. Навес, дверной навес. Замки. То есть то, что говорит о том, что магазины закрывались на замки 18 века. Кстати, здесь имеются находки в основном, конечно же, 18 века, но есть и 17, 18, 19 век. Большое количество бутылок. Большое количество остатков от бутылок, от шклянок. То есть, ну, велась торговля активная. Посуда, да. Есть и тарелки, и гончарные изделия. Вот. Збаны. Остатки збанов. Ну, видно, что в ратуше кипела жизнь. Кипела жизнь, кипела торговля. Это несомненно. Ну, тут еще интересная есть находка. Вот, курительная трубка 17 века. Вот такая вот интересная находка. К концу 90-х старая ратуша предстала в новом облике. С отремонтированной башней и вновь построенными торговыми рядами. В аутентичном виде они, к сожалению, не сохранились. Шкловская ратуша вошла в американский каталог памятников мировой архитектуры. В 1999 году в ее здании разместилась гимназия. Кстати, во времена блистательного Зорича учебную функцию ратуша уже выполняла. Во времена Семена Гавриловича Зорича здесь располагались классные комнаты его благородного училища. В классных комнатах было очень много всего интересного. Здесь находились чучела зверей и птиц, астрономические и физические пособия, глобусы. Была картинная галерея, в которой были представлены различные копии картин известных художников Голландии, Германии и Италии. Также была библиотека, в которой были интересные книги польских, русских и латинских авторов. Эти две ратуши очень похожи. Они имели одинаковый статус, выполняли схожие функции. Даже в их архитектуре есть одинаковые черты, несмотря на разницу в возрасте почти в сотню лет. Ну, конечно же, похоже. Прежде всего, мы видим здесь во главе вот этой ратуши вот эту вот башню. И, соответственно, Могилевская и Шкловская ратуши имеют башни. Но отличались они уже своей собственной организацией. Если в Шкловской ратуши, например, организовался вот такой вот большой двор, который был образован устройством торговых лавок, то наша Могилевская ратуша имеет двухэтажное здание с соответствующими, можно сказать, административными помещениями. По стилю архитектуры они обе близки. Значит, мы наблюдаем и там, и там обилие каких-то декоративных элементов в стиле близком к классицизму. Но можем увидеть, что здесь еще и однородность вот этих вот кровельных покрытий. То есть мы наблюдаем, что и там, и там вальмовая кровля над основным зданием. Но в Шкловской ратуши присутствовала и шатровая кровля. И здесь вот в этих вот торговых рядах прослеживается такая вот жилая архитектура. Причем в стиле, можно сказать, я не знаю, может быть, раньше она и не в таком стиле была изначально создана, а уже восстановлена в таком стиле. Ну, некоторое шале прослеживается. Потому что вот мы смотрим хороший такой выступающий навес кровли, использование деревянных ставней, значит, такие вот большие мансардные окна. Вот это все пришло, можно сказать, такое вение западной архитектуры, которое вот воплощено в Шкловской ратуши. Она больше по размерам. Этакий древний гипермаркет, можно сказать. Почему? Потому что размеры вот внутреннего двора 60 на 70 метров. То есть, представляете, сегодня у нас гипермаркеты такие строят. Но однозначно Могилевская, она более стройная за счет своей высоты. И представьте себе, 46-47 метров сегодня у нас очень даже редко и сегодня строят такие высокие здания в городе. Это равняется приблизительно 16-этажному дому. И с такой высотой уже в те времена, конечно, это было доминантой при въезде в город. И она наблюдалась из поймы Днепра, образовывала красиво панораму города. То есть, складывала такую вот ратушную площадь, стройную. Поэтому однозначно здание Могилевской, на мой взгляд, лично на мой взгляд, архитектурно более выразительно. То есть, это сестры, но не близнецы? Нет, конечно. То, что сохранило или возродило время, принадлежит истории. История двух ратуш продолжается. Двух символов свободы вольных городов эпохи Магдеборского права – Шклова и Могилева. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова